Вот так, господа, наступил тот самый день. 15 лет назад, в октябре месяце, нам дали телевизионный канал под ЧГТРК, потому что там были проблемы с МГТРК, и нам дали свой замечательный канал. Туда привели телеканал Югра. А, кляво! Магнитогор должен знать, что делается на севере, совсем далеко. Телеканал Югра. Представляете, да? И кое-кто, естественно, туда я слинял. И вот 15 лет назад я включил эту дивную сиротку свою, начал снимать. Сегодня и сейчас, в принципе, все в том же количестве. Понимаете, да? Ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Конечно, мне бы хотелось сказать, что я только один работаю. Нет, я не один работаю. За моей спиной мой дядя, передо мной мой брат Иван. Они держат камеру. Еще мою камеру держит и моя супруга. Кроме всего прочего, и Максим Смирнов мою камеру держит. Кроме всего прочего, приезжает еще и Родион Сагдеев. То есть, ребятки, я не один, я не один. Большая часть работы, большая часть работы, естественно, мне. Но я же не могу, допустим, себя снимать. Нет, не могу. И поэтому я приглашаю хороших операторов. В свое время еще два оператора были исключительные. Это просто были супер два кренделя. Один Гемерерт Валерий Юрьевич. К сожалению, он умер от рака. Другой Юра Порявин. К сожалению, он тоже умер от рака. То есть, ну, надо понимать, да, что раков страдаем мы в том числе. И я, вот, посмотрите внимательно, да? Гриобластома. Ух, жесть какая-то. Я с ней стараюсь бороться. Я думаю, что мы с ней поборемся. Потому что, ну, время-то идет. Время-то другое. И вот сегодня сейчас мы пришли в определенное место, куда я вас всех приглашал. Но вы же не хотите с нами дружить. Да и ладно. И здесь мы устроили замечательный шашлык. Исключительный шашлык. Вкуснейший шашлык. Я даже сейчас еще, ну, чай шашлыка скушаю. К сожалению, вы, пожалуй, единственный человек, который работает с программой автостопа. Ну, нет, мы ранее тоже показываем кое-какие другие люди. Просто объясните события. Вот почему вы работаете с программой автостопа просто так? Ну, работать на телевидении всегда, я думаю, интересно. Светиться в голубом ящике, это тоже, я думаю, неплохо. Какая-никакая узнаваемость приходит. О, узнаваемость. Я людям сейчас объясняю, говорю, господа, главное, чтобы вас узнавали. Это же хорошо. И, по сути, как бы, ну, прекрасно вы понимаете, что теми делами, которыми вы занимаетесь, это не так часто я к вам обращаюсь, машину там подкрасть, и пятое-десятое. То есть мы продолжаем работать. И, в принципе, еще не так, что дорого стоит, по сути. Ну, да, я думаю, сегодня про цены, это наши, не будем говорить. Сегодня все-таки другой праздник. Да, праздник хороший. Еще снег не выпал, день же снящика не настал. Ну, скоро ждем. А, скоро ждем. А вот скоро мы приедем к Паше и покажем в очередной раз, где вы можете сделать дешево и вкусно. Понимаете? Мы будем с ним дружить. Я думаю, бесконечно. Как оно? Я прекрасно понимаю, что ваш опыт начался еще, когда кино-то было? Ну, когда еще камеры были. 16 на 2. Вот тогда мы и снимали, да? И тогда ты меня научил, как это делом-то снимать. Тогда эти камеры были. Сейчас более современные камеры. Снимается легче, разные объективы меняются. Круто, в общем-то, да? Ну, да, круто. И так хорошо, да? Когда на пенсии, можно потом еще поработать, оказывается, правильно? Помочь просто. Вот оно мяско! Вот оно мяско! Для тех, кто любит программу Автостоп. Почему вас тут нет? Ну, я не знаю. Я вас всех приглашал. Кроме всего прочего, надо подумать о следующем, да? Кроме всего прочего, а вы так вот подумайте, господа, сколько человек может вести одну автомобильную передачу? Ну, сколько человек может ее вести, а? А я подал заявление. В книгу рекордов Гиннесса. Я, конечно, все прекрасно понимаю. Топ-гир крут, но Топ-гир не прошел тот период времени. То есть Топ-гир в том составе, к которому он пришел, он пришел позже, только я начал программу Автостопа. А что, не знали, что ли? Нет, не знали. Потому что программа Автостопа, это по сути ремейк Топ-гира. Но ремейк Топ-гира другого, который был в 2095 году, когда я смотрел его, понимаете? И там люди показывали абсолютно нормальные машины, абсолютно нормальные, недорогие машины. И показывали результат. Что сейчас? Мне, конечно, нравится Топ-гир, но я всем задаю вопрос. Вы когда-нибудь сможете себе купить машину стоимостью в полтора миллиона долларов? Алло, вы сможете? Я нет. Я нет. Никогда в жизни. То есть зачем вам об этом вообще рассказывать? Есть же другие автомобили, красивые, крутые. Вот для этого и работает программа Автостоп. Ну, тем более, вы знаете, что Топ-гир-то такого вот сейчас уже и нету. А мы продолжаем работать. Что я, шашлык ешь? Давай. Все нормально. Вкусный шашлык. Очень вкусный шашлык. Традиционный. Лехин. Остренький такой. Как Леха сам на язык остренький, так и шашлык остренький. Он хочет, чтобы я что-нибудь сказал про Автостоп и про юбилей. Дайте кетчуп. А я жуюсь. Детик, кетчуп с этим шашлыком не надо есть. Надо натуральный продукт употреблять. Вот. Такой же натуральный, как наш Автостоп. Да, Леха? Есть, честно. Вот. Сына, кушай мясо. Я хочу пить. Пить, дайте его пить. Водичка стоит рядом. Мы, правда, немножко запоздали. Шашлык остыл уже. Ну, все равно вкусный до безумия. Вот. Так что, нас с вами с 15-летием Автостопа, вот, дай бог еще 18 раз по столько, ну и чтобы каждый раз, каждую хотя бы пятилетку отмечать вот этим. А еще, говорит, курочку возьмешь, чесночком отмешь. Ммм, отлично. Спасибо, Дмитрий Анатолевич. Нажим все, да? Слушай, дочка так, в хребт. Осторожно не лезь в мангал. Да, Альц, аккуратно. Аккуратно. Хороший. Некогда ему. Но острый. Некогда ему. Хороший, но острый шашлык. Ммм. Ну, это хорошо, что острый. Вот. Особенно осенью. И такое уже прохладное время года. Вот. Самое то. Давай шашлычу. Вот, вот. Клево, да? А мы держимся. Спасибо, господа. Мы держимся. К сожалению, нам приходится держаться. По одной простой причине. Ну, денег у нас пока по сути-то и нету. к слову событий. Подожди, картошки полно. Картошки полно. Правильное решение. Картошки полно. Да, мы прорвемся, естественно, прорвемся, будем питаться. Ну, ладно, шашлык есть. Кстати, недорогой. Вот. Что касаемо денег. Ну, нету денег. Ну, рано или поздно мы вам прекрасно понимаем то, что мы, собственно говоря, магнитогорцам, эту программу и дарим. Потому что, ну, я вам сейчас объясню, но вы подумайте. Стоимость такой программы в угом эквиваленте в центральном телевидении стоит 25 тысяч и отнюдь не рублей. Одна программа. Так что, господа, мы для вас и работаем.